Здравствуйте! У микрофона Алексей Сорокин. Правительство Ульяновской области одобрило проект закона областного бюджета на 2023 год. Теперь предстоит его рассмотрение и принятие в региональном парламенте. Главный финансовый документ позволит обеспечить поддержку экономики и будет способствовать сохранению и достижению национальных целей развития. В правительстве считают бюджет области устойчивым, и особых рисков по его доходной части нет. А специалисты утверждают, что экономика достигла черты стабильности, после которой предполагается рост показателей. Такого же мнения придерживается и исполняющая обязанности министра финансов области Наталья Брюханова. Параметры бюджета сложились следующим образом. Доходы областного бюджета на 2023 год определены в объеме 81 млрд 406 млн рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 60 млрд 460 млн рублей. Прогнозные показатели больше первоначально утвержденных плановых значений 2022 года, почти на 5,5 млрд рублей или 10%. Финансовая помощь из федерального бюджета предусмотрена в сумме 20 млрд 946 млн рублей, в том числе дотация на выравнение бюджетной обеспеченности почти 2 млрд рублей. Общий объем безвозвездных поступлений будет уточняться после принятия федеральным бюджетом, а также в ходе его исполнения. Расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 88,3 млрд рублей, и общий объем расходов составит против первоначально запланированного в прошлом году бюджета с ростом почти на 13,3% или 10,3 млрд рублей. Параметры спланированы с дефицитом в сумме 6,8 млрд рублей. В основе проекта областного бюджета лежит базовый вариант прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, который позволяет не только повысить точность прогноза, но и предотвратить часть рисков, связанных с экономическими и геополитическими факторами. С учетом негативных факторов 2021 года, по итогам 2022 года прогнозируется снижение объема валового регионального продукта на 3,5%. По итогам 2023 года до 422 млрд рублей на 0,7%. Расчет доходной части осуществлялся из норм действующего налогово-бюджетного законодательства. Доходная часть областного бюджета в виде налоговых и неналоговых доходов сформирована в сумме 60 млрд 460 млн рублей. 84% сформируют три ключевых источника – это акцизы, НДФЛ и налог на прибыль организации. Наибольшую долю составляют акцизы на алкогольную продукцию. И 22% составляют акцизы на нефтепродукты. Акцизы на нефтепродукты определены в сумме 4,8 млрд рублей, в том числе с учетом индексации на дизельное топливо и бензин автомобильный. С 1 января сохранил норматив отчисления в региональные бюджеты в сумме 74,9%, в том числе и на 2024-2025 года. Налог на доходы физических лиц занимает 27% от общего объема поступления, спрогнозирован с ростом на 1,6 млрд или 11% или 16,3 млрд рублей. В прогнозе учтено предоставление имущественных налоговых вычетов, возвраты налога на доходы физических лиц, а также дополнительные поступления по итогам контрольной работы и погашения недоимки. Налог на прибыль организации составляет 20,5% и на 2023 год определен в сумме 12,4 млрд рублей. Налог, взаимаемый с применением упрощенной системы налогообложений, составляет 6% от общего объема поступления, спрогнозированный также с ростом в сумме 3,6 млрд рублей. Рост составляет почти 740 млн рублей или 25% от утвержденного первоначального плана 2022 года. Налог на имущество организации составляет 5,3%, спрогнозирован в сумме 3,197 млрд рублей. Транспортный налог составляет по прогнозу 1,425 млрд рублей. На 3,8% выше. Здесь учтены и увеличение количества объектов транспортных средств с учетом предусмотренных налоговых ставок и увеличение коэффициента для транспортных средств выше 10 млн рублей. Неналоговые доходы, к которым относятся арендные платежи, штрафные санкции, платы за использование лесов, доходы от оказания платных услуг, компенсации государства, доходы от продажи материальных и материальных активов запланированы в сумме 1 млрд рублей, первоначальное снижение на 12,5 млн рублей. А что касается финансовой помощи из федерального бюджета? На 2023 год она предусмотрена в сумме 20 млрд 946 млн рублей. Это выше по сравнению с 2022 годом первоначальным бюджетом на 2,9 млрд рублей или 16%. В соответствии с действующим трехлетним периодом дотация на уровне бюджетной обеспеченности утверждена частично. В настоящее время весь объем дотации не определен и распределение ожидается к третьему чтению. Субсидии из федерального бюджета предусмотрены в сумме 13 млрд 208 млн рублей. Здесь основную долю занимают ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет 2,3 млрд рублей. Субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод 1,5 млрд рублей. Субсидии в рамках работы национального проекта «Безопасные и качественные дороги» 1,3 млрд рублей. Строительство и реконструкцию детского инфекционного корпуса в городе Ульяновске 782 млн рублей. Выплаты мероприятий в области миллиарда всей земель. Создание новых мест в общеобразовательных организациях и многие другие. Субвенции из федерального бюджета запланированы в сумме 2,8 млрд рублей. Пока они идут со снижением, но, как мы знаем, в течение исполнения бюджета обычно данные суммы уточняются в сторону увеличения. Основные суммы связаны с осуществлением ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка 950 млн рублей. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, безработным гражданам, лекарственное обеспечение и другие. Что касается иных межбюджетных трансфертов, они предусмотрены в сумме 2,9 млрд рублей. Они запланированы с ростом, в основном за счет развития инфраструктуры и дорожного хозяйства. Также будут направлены трансферты на создание комфортной городской среды и ежемесячные вознаграждения за классное руководство. Таким образом, финансовая помощь из федерального бюджета, субсидии, субвенционных межбюджетных трансфертов, я напомню, имеет целевое значение. И, соответственно, все перечисленные виды финансовой помощи отражены в расходной части бюджета на соответствующие цели. Ну а в целом, как бы вы охарактеризовали проект бюджета? Региональный бюджет остается социально ориентированным. 64% составляют расходы на социальную сферу. Это почти 56,5 миллиардов рублей. Кроме того, на реализацию национальных проектов будет предусмотрено 16 миллиардов, 121 миллион рублей. Из них за счет федерального бюджета 10,9 миллиардов, 5,2 миллиардов за счет областного. На территории Ульянской области реализуются 11 национальных проектов, которые интегрированы в государственные программы. В 2023 году планируется реализация 20 государственных программ с общим объемом финансирования 85,6 миллиарда рублей. По сравнению с первоначальным бюджетом, рост составит 9,6 миллиарда рублей. Что касается финансовой помощи муниципальным образованиям, мы сохранили все ее виды и увеличили почти на 486 миллионов рублей или 13,3%. Будет предусмотрена дотация на выравнение бюджетной обеспеченности 2,9 миллиарда с ростом на 13%, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетных с ростом на 3,4% и стимулирующая дотация в сумме 340 миллионов рублей. Также будет предусмотрено осогнование в сумме 100 миллионов на проект поддержки местных инициатив. Исходя из прогнозированной суммы доходов, дефицит бюджета, запланированный, сложился в сумме 6,871 миллионов рублей, что составляет 11,4% от объема налоговых и неналоговых доходов и не превышает предельно допустимый по бюджетному кодексу размер дефицита бюджета. Отмечу, что в 2023 году запланировано привлечение инфраструктурного бюджетного кредита 1,6 миллиарда рублей под 3% годовых под строительство производственно-складских территорий в Заволжье и инвестиционной площадке ПАЭС на территории Чередоклинский район. Покрытие дефицита будет с учетом привлечения заемных средств. Источником погашения данных кредитов будут являться поступления в консолидированную бюджет области от реализации данных инфраструктурных проектов, в частности по кредиту на строительство производственно-складских помещений, поступления превысят в три раза расходы на кредит. Выслушали исполняющую обязанности министра финансов области Наталью Брюханову. Добрый вечер, дорогие друзья! В студии вновь Ольга Даранова. Я продолжаю проект «И мы сохраним тебя русская речь» по страницам книг ульяновских писателей. Эту передачу мы назвали «Круги Водолея» и посвящена она поэту Александру Лайкову. О себе он писал так. «Я появился на свет 16 февраля 1953 года. Место рождения – Дельта Волги, большое рыбацкое село Икряное. Тогда, на своей малой родине, в краю бугров, лиманов и проток, я сочинил первые незатейливые строки. Но всерьез, по-настоящему, стал заниматься поэтическим творчеством в Ульяновске, куда перебрался в августе 1980 года. Я очень признателен поэту, руководителю литобъединения «Надежда» Александру Семеновичу Бунину, который заметил во мне искру Божию и вывел на большую дорогу поэзию. Первые его стихи были опубликованы в газете «Северокаспийская правда». Закончив литературный факультет Астраханского педагогического института 1974 год, Александр Лайков работал учителем в сельской школе. Позже была служба в армии и переезд в Ульяновск. В нашем городе он работал в областном корпункте, корреспондентом в газетах-настройках «Ульяновска», в «Народной газете», «Ульяновск сегодня», «Ульяновская правда». Был редактором объединенной отраслевой газеты «Волжский строитель», редактором и заместителем редактора журнала «Симбирск». Поэзия Александра Лайкова известна и любима многими ульяновцами. Родившийся под знаком Водолея во вьюжном феврале, он был с рождения прогрет и прокален знойным солнцем Астраханского края, пронизан ветрами Каспия и Волги, пропитан воздухом и солеными брызгами живописных лиманов. В моем краю в яры врастают вербы, а в корне верб стальные якоря. В беленых трубах воют злые ветры, и жизнь хранят сугробы января. Как ржавый бинт сорви рывком коросту, заройся в снег по локоть и замри. Почувствуешь, как маленький отросток толкается в ладошку от земли. Пускай живет и греется до срока, зачем губить зародыш вербы зря? Его судьба прекрасна и жестока, держать корнями в бурю якоря. Стихи Александра Лайкова можно прочесть в разных журналах нашей большой страны. Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Калининграда, Сибири, Поволжья, во многих коллективных сборниках. Стихи его даже переведены на венгерский язык и опубликованы в журнале «Зов» Будапешт. Бульяновский он стал лауреатом областной поэтической премии имени Николая Благова. Дважды принял участие в международном конкурсе лирико-патриотической поэзии имени Игоря Григорьева, Санкт-Петербург. Принял участие в конкурсе патриотической поэзии прозы имени героя Советского Союза Мусы Джалиля в Астрахани. Стал лауреатом конкурса одного стихотворения «На Енисейской волне» в Красноярске. Он любил людей, любил свою родину, литературу, книги, поэзию. Однажды в детстве он нашел подкову в золе, и мама сказала ему, что это к счастью. Он и был счастливым человеком, не злобным, не злопамятным, порой наивным, как ребенок. Прокаленный солнцем астраханец, ставший навсегда симбирянином. «Отпусти меня, жизнь, к золотому затону, где курчавые косы полощат ветла, где бударки мои, будто лебеди, стонут, и вишневые капли стекают с весла. А от них все круги по серебряной глади, по волнам, по годам, до причистого дня, где моя одноклассница в ситцевом платье неумело по-детски целует меня. Но крепчает Норд-Ост, и сгущаются тучи, над кругами судьбы карнавал воронья, и натужные всхлипы надежных уключин долетают до жгучих снегов февраля. Под небом голубым Есть город золотой С прозрачными воротами И яркою звездой. А в городе том сад Все травы да цветы Гуляют там животные Невиданной красы Тебя там встретит Огнегривый лев И синий вол Исполненный очей С ними золотой орел небесный Чей так светил взор незабываемый В творчестве Александра Лайкова Много зимних стихов, Посвященных январю И его месяца рождения В Южному февралю. Февраль в его строках Это и жгучие снега, и метели, И одинокие тоскливые вечера воспоминания, И романтические вечера, и встречи с друзьями. За окошком метель, Как молочная пенка, Накрывает кварталы, дороги и лес. И луна, как забытая Богом копейка, Одиноко мерцает в копилке небес. Ветер ломится в щель задубевшей фрамуги И скулит, как щенок, потерявший сосок. Я, февральский дитя, непогоды и вьюги. Вечный снег налипает свинцом на висок. Год за годом февраль набивает, как гвозди, Двадцать пять, тридцать семь, И полжизни как нет. Что же делать? Бессмертия не будет, вы бросьте, Но останется лунный и солнечный свет. А мой прах беспощадней, чем черная метка, Древний крест над холмом увенчает собой. Кем я был и кто есть на земле своих предков? Да пребудет земля эта вечно со мной. Остро ощущая духовную связь с землей своих предков, Он черпал живую воду творчества в речках детства, В материнской женской любви и верности, Остро ощущая близость к тем местам, Где пахнет морем и яблоком, и золою утрат. Уносясь мыслью в седую память времен, Он жадно жил в дне сегодняшнем, Проживал каждый миг, ликуя и скорбя. Я каждый миг ликую и скорблю, И устаю, как все, к исходу дня, Шум города и шорох звезд ловлю, И вечность протекает сквозь меня. Январские ночи, студеный долгий, Луна налипает на стекла фромуги, И сыплется хвоя с божественной елки, Как будто заколки с прически подруги, И тикают ходики возле гардины, И капает ям-бам вода из-под крана, Как звонкая рифма великой Марины, Слегка приглушенно, морозно и странно. Воркует голубкой вода в батарее, Тепло и уютно все в доме уснули, Янтарною капли густой акварели, Мерцает нарядное платье на стуле. Все было и будет прекрасно, и мутро, И елки, и вальсы, и шорох, и снега. Январь истекает за окнами утро, И длится любовь до скончания века. Январь истекает за окнами утро, И длится любовь до скончания века. И всегда в стихах Александра Лайкова Звучит тема родного дома, Неискоренимой силы родной земли, Тяги к родным местам, к своим корням, К маме, к близким. Потому что всему начало там, на родине, И добру, и совести, и чести, и любви. Знаю, что совесть моя не повинна В том, что оставил родительский дом. Словно вторая моя половина, Чайка над Волгой кричала ревниво, Плакали вётлы над светлым прудом. Матушка молвила мне у порога, Пыль обтирая с отцовских сапог. Место рождения даётся от Бога, Если уж выпала в город дорога, Помни и будь человеком, сынок. Эх, угораздило в смутное время Быть человеком с открытой душой, Холодом дунуло в лысое темя. Может, я пил и водился не с теми, И целовался с девчонкой чужой. Только о том не жалею нисколько, Что на судьбу понапрасну пенять, Если вдруг станет тоскливой и горько, Вспомню я белую чайку над Волгой И посветлеет на сердце опять. Открытый людям, улыбчивый, Добродушный и весёлый, Вроде бы никогда не унывающий. Вроде бы. Но многое, как говорится, Лицом к лицу лица не увидать. Когда читаешь его стихи, Поражаешься острой пронзительной силе любви К родным местам, родине, Поражает умение поэта передать Запахи и звуки родной земли, Которые вызывают трепет души Его, поэта и вашей читателя. Я, видно, вовек не смогу наглядеться На тёмные воды и солнечный плёс, На белые яблони родом из детства, Плакучие вётлы с охапками гнёзд. Я, видно, вовек не забуду разливы Весенних ромашек в студённой росе, Кручёные клёны на скользких обрывах, Кривой можжевельник в неброской красе. Я, видно, вовек не смогу надышаться Простором степным на янтарной заре, Не б только однажды щекою прижаться К пахучей полыне на красном бугре. На заре, ранним утром на заре, За реком по траве Ходит в поле красный конь, Красный конь ходит, Жарким солнцем залитой, Машет гривой золотой Моё детство красный конь. Ходит в поле красный конь, Солнцем залитой, Машет гривой золотой Моё детство красный конь. А в лугах так звенит в лугах роса, Только трон на ветру Полыхает на ветру Красный конь гордо По земле копытом бьёт, Тишину из речки пьёт Моё детство красный конь. Тема Родина, Отечество Постоянно звучит у лайкова поэта И лайкова журналиста. Его острое перо Быстро реагирует на все события дня, Его сердце поэта отзывается На судьбу большой Родины, Её многовековой истории С полохами, алых зорь, Ледово побоище, Поле Куликово, Бородина, Сталинграда, Курской дуги. О чём вы думали, славяне? Зачем раздоры и вражда? Когда за отчими холмами Как саранча паслась орда? Зачем вставали брат на брата Как тряпку в отчину края? Пришла позорная расплата, Взошла кровавая заря, Шипели змеями арканы На белых шеях Ярославн И ржали жеребцами ханы, Облапив полотнян кистан. С вазами обречённой дани Скрипели долгие орбы. О чём вы вспомнили, славяне, В ярме жирующей орды? О чём тревожно ворон каркал, Зачем князья искали встреч? Ещё столетия речки Калке В разводе их крови скорбно течь. Ещё от полчиц тех поганых Стонала отчая земля, И кости тлели на курганах, И в пепле корчились поля. И орден рыцарей спесивых Бронёй не мерил в чуде дна. Ещё и не было России, Но Родина была одна. Его редко можно было застать Праздно сидящим, без дела. Если не писал стихи, То строчил журналистские статьи, Писал рецензии, Отзывы на сборники. В поле его зрения были люди разных профессий, Заслуженные строители, лесоводы, Художники, врачи, деятели культуры. Он создал и руководил Молодёжной литературной студией ЛИК при Дворце книги. Наставлял, помогал молодёжи, Давал ей советы. Много ездил по Ульяновской области Вместе с другими ульяновскими литераторами. Выступал перед школьниками, студентами, Жителями самых отдалённых мест Нашей области. И всё ему было в радость, И всё не в тягость. Потому и отдача была, И люди к нему тянулись. Слава Богу, октябрь! И природа развесила, Красно-бурые яблоки, Грозди рябин. Я люблю середину Червонного месяца, Дольше всяких других Золотых середин. На асфальте листва Разноцветными пятнами, А в дремучих лесах Половодье грибов В эту пору Ходили девчата с ребятами По грибы, да по ягоды И по любовь. Баби лето роняло плоды Переспелые, Полыхал на привгорке Рябиновый куст. И казалась ты мне Откровенной и смелую, С несказанной горчинкой На пламени уст. Когда Александра Дмитриевича Не стало, Писательский союз Притих, осиротел. Сразу возникла Заметная пустота, Которую по сей день Не восполнить. Хоть и говорят, Незаменимых людей не бывает. Нет, бывает. В память о Лайкове Ульяновские поэты Написали посвящение ему. Вот одно из них. Я прочту посвящение Александра Тимакова. Погода холодает на глазах, Но кто ответит, Как могла природа Ошеломить нелепостью ухода И опечалить, Думай о друзьях. Они уходят как-то в тропях, Последнего звонка Затихли звуки И опустить не успеваешь руки, Как снова слезы горькие В горстях. Не думая со скорби О вестях, Я всех вас вспоминаю Поминутно. Мои друзья, Вы для меня как будто Угасшие костры В пустых полях. О них, сынах, Достойных и мужьях, В ком неизбежен Вечный дух бунтарский. Мне не забыть Ненастным днем Сентябрьским Приходит осень С думой о друзьях. Я уйду, А птица будет петь, Как пела, И будет сад, И дерево в саду, И мой колодец белый На склоне дня. Прозрачен и спокоен, Замрет закат И вспомнят про меня Колокола окрестных колоколем. С годами будет улица иной, Кого любил я тех уже не станет, И в сад мой Забеленую стеной Тоскуя только тень моя заглянет, И я уйду один без никого, Без вечеров, Без утренней капели И белого колодца моего, А птицы будут петь и петь, Как пели. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. На сегодня это все, Мои дорогие друзья. С вами была Ольга Даранова. Будьте обязательно здоровы. До новых встреч! И я уйду один без никого, без вечеров, без утренней копеи. И белого колодца моего, а птицы будут петь и петь, как пень. Обзор культурных событий У микрофона Александр Филатов. Здравствуйте. Я расскажу вам о культурной афише в предстоящие выходные 29 и 30 октября. В субботу в Ульяновском драматическом театре имени Гончарова комедия «Лес». В воскресенье шекспировская комедия «Двенадцатая ночь» или «Как пожелаете». В Молодежном театре 29 и 30 октября вечера памяти народного артиста России, ведущего мастера нашей сцены Бориса Александровна. Прозвучат воспоминания и музыкальные произведения, которые прошли через жизнь актера, режиссера, педагога, общественного деятеля, почетного гражданина Ульяновской области, лауреата Государственной премии, наставника многих актерских курсов разных театральных поколений. В театре студии «Анфанты Риббл» в субботу вечером «Зимовье зверей». Постановка о добре и зле, о коварстве, честности, о верности и предательстве. Так гласит аннотация. В театре кукол имени Валентины Леонтьевой в субботу спектакль «Теремок». А в воскресенье детская сказка о добре и любви к животным «Айболит». В воскресенье в концертном зале Дворца Губернаторский пройдет гала-концерт второго межрегионального фестиваля конкурса хореографического искусства «Симбирские выкрутасы». В репертуар программы вошли лучшие номера победителей и участников конкурса. В концерте примут участие творческие коллективы из Пензы, Саратова, Рязани, Республики Татарстан, Чебоксар, Башкирии, Ульяновска и Димитровграда. 30 октября в воскресенье в концертном зале Дворца Творчества Детей и Молодежи музыкально-литературная композиция по книге Виктора Драгунского «Девочка на шаре». Зрителей программы ждет встреча с настоящими артистами цирка, фокусниками и жонглерами. Музыкальную историю сопроводит яркий видеоряд на большом экране. Художественное слово Татьяна Леонова, актриса театра «Анфант-Трибу». Музыка Артема Белова. Играет Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов под руководством Артема Белова. 30 октября вечером на сцене Дворца Губернаторский балет в двух действиях «Лебединое озеро». Перед вами выступит московская труппа классического танца, в которую входят лучшие представители балетных школ России, талантливая молодежь и заслуженные мастера. И еще 30 октября на сцене киноконцертного комплекса «Современник» исполнительница татарской эстрады, заслуженная артисткой двух республик Ирке. Теперь о культурной афише Димитровграда. В Димитровградском драматическом театре имени Островского в субботу трагическая постановка по роману Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки». А 30 октября в воскресенье мультимедийный мюзикл «Красавица и чудовище 2. Заколдованные часы». В театре-студии «Подиум» в субботу комедия «Волки и овцы», а в воскресенье лирическая комедия «Селфи со склерозом». В филиале Ульяновского театра кукол в Димитровграде в субботу «Красная шапочка», а в воскресенье музыкальный спектакль по мотивам сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». 29 октября на сцене научно-культурного центра имени Славского классический национальный русский балет представит постановку для всей семьи в двух действиях «Щелкунчик». 30 октября в воскресенье в научно-культурном центре имени Славского джаз-ансамбль «Академик-бэнд» представит программу «Музыка-кино», приуроченную к столетию российского джаза. Для вас прозвучат популярные композиции песни из лент мирового кинематографа в джазовом исполнении. К этой минуте у меня все. С вами был Александр Филатов. Всего вам доброго.